Во время полётов космической программы «Аполлон» не раз вплеталось нечто аномальное. «Аполлон-12» трижды совершил облёт вокруг Луны. Всё это время их сопровождали два шарообразных НЛО. Миссия «Аполлон-13» и вовсе оказалась неудачной. Есть информация, что космический корабль стали преследовать светящиеся огни. 13 апреля 1970 года на его борту неожиданно взорвался кислородный баллон, и астронавты были вынуждены отказаться от прелунения в районе кратера Фра-Маура. Утечка из баллона произошла в служебном модуле «Аполлона-13». Возможно, она была не случайной. Экипаж должен был доставить на Луну и взорвать там небольшой ядерный заряд. Однако сделать это астронавтам помешала техническая авария. Или те, кто её спровоцировал. Никто не пытался отобрать корабль, но команда потеряла управление. В Хьюстон была ретранслирована звуковая речь. На латинском языке экипажу «Аполлона-13» кто-то приказывал покинуть траекторию движения и убраться назад на Землю. Как только содержание обращения было переведено и принято экипажем, управление «Аполлоном» было восстановлено. Недавно в Соединенных Штатах Америки заговорили о новой лунной миссии. Однако на этот раз отправить на Луну хотят не людей, а управляемые аватары. Высокотехнологические костюмы дистанционного присутствия позволяют принять участие в космической программе ученым из разных областей науки. Астрофизикам, геологам, инженерам. Проект обещает быть весьма затратным. Но непонятно, зачем создавать фантастические аватары, если даже в далекие 60-е американцы отправляли в лунные миссии астронавтов. Или все же людям на Луне грозит слишком большая опасность. В пользу этой версии работает и теория заговора о том, что подлинные съемки миссии «Аполлон» мы никогда не видели. А все, что опубликовано, фальшивка. Некоторые даже утверждают, что американцы никогда не были на Луне. КОНЕЦ